В Чувашии около 3000 гектаров земли, пригодной для индивидуального жилищного строительства. Именно эти территории будут задействованы в первую очередь для реализации льготной государственной программы «Сельская ипотека». Наша съемочная группа побывала в Цивильском районе. Удобное месторасположение, недалеко столица, и Канаш, крупнейший транспортный узел, делает район очень привлекательным для проживания. Здесь уже подготовлено более 250 земельных участков. Постепенно к ним подводят все необходимые коммуникации – газ, электричество, водопровод, тепловые сети. Село Чарачики – яркий пример грамотной застройки. Несколько лет назад здесь в рамках федеральной программы устойчивого развития села построили коттеджный поселок со всей необходимой для жизни инфраструктурой. Предоставлено было жителям нашего села и также нашего Цивильского района земельные участки порядка 45 участков, где сейчас у нас наши жители строят индивидуальные жилые дома. Некоторые участки все еще пустуют. Построить дом – удовольствие не из дешевых. Государственная поддержка как нельзя кстати. Мы с семьей село Чурачики переехали год назад. Нам здесь очень нравится. И мы надеемся, что совсем скоро по программе «Сельская ипотека» у нас появятся новые соседи. Основным преимуществом «Сельской ипотеки», несомненно, является льготная процентная ставка. Участниками программы льготного кредитования могут стать и городские жители. Проживать и трудиться в сельской местности вовсе не обязательно. «Сельская ипотека» – строго целевой продукт и может быть направлен на покупку земельного участка с готовым домом, участка с последующим строительством дома, а также на строительство дома на уже имеющемся земельном участке. Есть и другие нюансы. «Строительство должно вестись обязательно подрядным способом. То есть определенный подрядчик, это может быть юридическое лицо, либо индивидуальный предприниматель. Банк предъявляет строгие требования к подрядной организации. Значит, должен быть определенный стаж работы в этой сфере. Строительство ограничено. В течение трех лет подрядная организация обязана сдать дом». Вернуть людей в село – одна из основных целей льготной ипотеки. Для этого в бюджете страны на 2020 год предусмотрен 1 миллиард рублей. Богдана Дойникова, Борис Андреев, Республика.